всем привет друзья с вами снова валерий вы на канале я американец эмиграция в деталях продолжим сегодня нашу ретроспективу значит мы оказались в лос-анджелесе оттуда мы вылетели пенсильвании насколько вы помните вот и мы пробыли там буквально две недели мы жили на ферме у нас были проблемы с gps трекером потому что там не было вышек практически жили в лесу и нам постоянно звонили из этого офиса айсап по наблюдению спрашивали где вы где вы куда вы пропали нам приходилось выезжать ближайший город чтобы зарегистрировать сигнал сотовый там стоит сим-карты в gps трекере вот мы выезжали потом звонили туда и через две недели у нас был аппоинтмент в dhs айс офисе мы приехали как полагается утром и у нас 9.30 был аппоинтмент мы прождали там часа два наверно после того как нас вызвали на интервью я пошел 1 меня вызвал офицер провел где-то наверно часа три наверное интервью все в деталях вопросы ответы после чего он вызвал мою жену буквально 15 минут поговорил с ней она вышла он позвал нас обоих в коридоре и спросил это говорит биологическая мать твоих детей то есть они родные я говорю да вот после чего он сказал что моя жена с моей с детьми может ехать обратно на ферму а я должен остаться после чего мы конечно были в таком легком шоке но ничего не могли с этим поделать на то время не было адвоката даже не было понимания почему это произошло я отдал все свои документы отдал телефон жене и так мы расстались даже не дали обнять поцеловать детей попрощаться на деле наручники и поместили там обезьянник было несколько мексиканцев один чернокожий после чего вечером я пробыл целый день там за решеткой что-то мне еще спрашивали там звали в этот день потом меня увезли местную тюрьму филадельфия это было наверное одно из самых ужасных мест которым я был меня посадили в камеру настолько маленько у нас было там четыре человека спали мы на бетонном полу далее одеяло только и просто и все но естественно ночь я не спал утром принесли завтрак которым можно было только свиней кормить я тоже не стал есть все отвратительно было мне сказали что этом две ночи проведу потом меня заберут но по какому-то стечении обстоятельств меня на следующий день вместе с этим мексиканцами забрали обратно в офис я приехал офицер горит а чё ты приехал меня привезли я не знаю ну и короче по ошибке меня забрали и там и так я провел там всего лишь одну ночь потом меня целый день оформляли там тоже что-то делали в 10 часов вечера нас погрузили в минивэн и повезли в тюрьму города йорка там нас оформляли долго дорога где-то два с половиной часа было пробки вечером трафик потом нас оформляли там еще долго и в конце концов проходили медосмотр прошли медосмотр меня заставили сделать прививку от туберкулеза я сказал что я не делаю прививок и по моей религии это невозможно сделать на меня надавили сказали если ты не сделаешь ты будешь сидеть в одиночной камере и все такое ну короче поставил я прививку отвезли отвели нас в общую камеру и и все дальше начались мои будни в миграционном детей не об этом расскажу в следующем видео там уже были у меня видео про детали тюремные но я расскажу более подробно вот этот раз все всем пока всем хорошего дня ставьте лайки ставьте дизлайки комментируйте задавайте вопросы в комментариях что интересно я расскажу более подробно в деталях всем пока а